Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну. Друзья, дорогие, добрый вечер. Лиза Калинина по-прежнему с вами. И недаром прозвучала композиция «Быть рядом». Рядом со мной Митя Фомин. Недаром. Нет, дорого. Привет. Привет, Лиза. Мы тебе рады очень. Вы знаете, как я хочу вообще открыть наш разговор, нашу тему. Где-то год назад Митя был у меня в гостях. И мы презентовали... Недменяемый. Да, ну нет. И Митя танцевал на нашем столе, здесь забрался на стол. Он выдержал меня, да? Выдержал, да. И танцевал здесь танцы. Что будет сейчас, на том прямой эфир, никто не знает, понимаешь? Вот это фишка прямого эфира, понимаешь? Ни записи, ни ютуба, ничего. Я же непредсказуем. Ты же знаешь, я же... Как тебе дела? Как настроение? Слушай, я сегодня уже рассказывал о том, что я был в восторге от нашего лета. От московского лета. Я думал, у меня так было такое... Ты всегда сглазил на сегодня. Нет, это сглазил на я. Это люди, которые приезжают, привозят непонятно какую погоду. Вот я считаю, что нужно закрыть аэропорт. Надо, надо, надо. Никого больше не пускать, потому что Москва не резиновая, вот так скажу. Ты знаешь, я наслаждался летом. По полной. По полной абсолютно. Бегал полуголый по полям. А я видела, да? Ты видела, да? Ну, конечно. Мы гоняли на великах. Что еще происходило? Ну, короче, наслаждался вот тем, что и есть. Я вел прямо такой дачный, праздный образ жизни. И когда мне в конце этой недели надо было приехать и включиться в работу... В мегаполис. Невозможно, невозможно. Я забыл, что такое Москва. Я забыл, что такое Москва. Что такое Москва. Я забыл, что такое много миллионный мегаполис. И тут еще разверлились хляби небесные. И вообще стало абсолютно... И пробки 9 баллов, да? Да, о чем ты говоришь? Слушай, и вот еще тоже такой. У меня сегодня моего напарника Миша, он бы сказал так. Вот еще один прогиб в твой адрес. В хорошем смысле. У тебя был у нас концертный зал. Я помню. Я хочу тебе сказать, вот выразить свои алверды. Это было очень круто. Вот у тебя акустика, ты сделал акустический концерт. Спасибо. Очень круто. И у тебя очень крутые музыканты. У тебя такой симпатичный барабанщик вообще. Слушай, он занят. Да не в этом смысле. Что очень классная у тебя прям такая группа. Слушай, я их очень люблю. Они невероятные ребята. И мы с ними работаем уже не первый год. Вот. В связи с этим вопрос. Вообще ты подбираешь людей не только по профессиональным навыкам музыкальным. Тебе важна вот эта вот атмосфера в коллективе? Очень. Я вообще считаю, что работать нужно исключительно в атмосфере приятия и... Комфорта. Комфорта, да. Потому что иначе рабочий процесс... Бывают разные ситуации, естественно. Почему? Ну, собственно, все... Мы имеем право на ошибку, наверное, да. Но работа ладится, если вы друг друга слышите. А что касается моих музыкантов, для музыки это гораздо важнее. Почему? Потому что музыку нужно слышать, ее нужно чувствовать. Тут, если даже что-то будет, какое-то противоречие, какой-то червь здесь сидеть, не получится музыки, не получится вот этой магии, и ты не сможешь заразить. Этой магии других людей, которые просто пришли к тебе и хотят услышать музыку. Ну, это было прям круто. Спасибо. Смотри. Жалко, что тебя не было недавно в Херсонесе. Мы в Крыму отыграли большой концерт. Ты знаешь, что я родилась в Севастополе вообще? Ты шутишь? Я клянусь тебе. Ты шутишь? У меня там вся моя семья. Про Херсонесу мне рассказывают, ребята. Слушай, Лиза... Я каждый эфир рассказываю о том, что моя родина, Севастополь. Слушай, ну тебе записывается пропуск, потому что вообще столько рекламы, сколько мы рекламировали это выступление, еще не было. У нас действительно был аншлаг, у нас был потрясающий концерт, благодаря службам музея, благодаря местной власти. Крутое место. Да, очень крутое место. А Блоклава-то был? Ты что, это вообще мое любимое место. Это вот пять минут от моего дома. Представляешь? Вот ты поговорили. Продаешь квартиру, нет? Нет, у меня мама в этом живет. Слушай, не вздумай, это будет золотое место, я тебе уверяю. Это будет совершенно фантастическое место. Знаешь, у меня такое напоминание об Адриатике. Вот почему-то ощущение какой-то Италии с прошлого века, Феллини. Бертолуччи, что-то очень-очень живописное. Друзья, у нас впереди музыкальная пауза. Наверное, закончу хэштегом. Ну что, Крым наш? Никаких, все, вообще без всякого. Скоро продолжим, друзья. Друзья, мы продолжаем. Митя Фомин у нас в студии сегодня. Митя, скажи, пожалуйста, а ты вообще ранимый человек? Вот ты уже столько лет на сцене и так далее. Вот есть у тебя вот эта скорлупа выросла или она тебе не нужна? Лучше бы она выросла, мне кажется. Ранимый, да? Ну, все зависит от того, кто это. Кто это делает, кто это ранит, по какому поводу. Ну, конечно, уже надо бы, знаешь, попривыкнуть к своим вообще годам и к своему особенностям своего пола. Скажем так, ну мы все люди, нас что-то обижает, конечно. Слушай, ну я к чему вообще... А, к чему спрашиваешь? Да, к чему я это вообще спрашиваю? Просто я вот даже когда слежу за тобой в твоих соцсетях, ну и вообще пересматривала даже интервью у нас, вот видно, что ты прям, ну как сказать, очень открытый. Слишком. Ну не знаю, слишком, видишь, мы же пока с твоей жизни так не тусили. Ну мне так вот кажется, так считывается. Но при этой вот открытости, бывают же люди разные, да? Я даже не про хейтеров сейчас. Мне просто интересно, вот даже вот там в коллективе, в конкурентная среда, шоу-бизнес, разные же ты переживал, наверное, времена. И вот... Ну были разные действительно времена, были и взлеты, и падения, и были... Ты понимаешь, мне кажется, ну я не выбираю. То есть это не маска, это не имидж, это не способ защиты, это образ жизни, это образ мысли. Я не знаю, я таким родился, меня таким воспитали. Я не вижу для себя какого-то иного способа, кроме как общаться с людьми. То есть мне он неведом, к сожалению. Наверное, нужно быть более циничным, может быть, менее восприимчивым, может быть, вообще иногда глухим, да, каким-то проявлением человеческой глупости или каких-то других недостатков. Но мы такие, какие мы есть, наверное, да? И, собственно, для артиста, мне кажется, лучше быть слишком чутким, чем недочутким. Потому что все-таки артист пропускает через себя вот это вот все, что... Я не знаю, я смотрю, абсолютно вижу все, все, что я... Еду за рулем, я читаю рекламу, я слушаю радио, понимаешь, я обращаю внимание там на тех, кто идет по пешеходному переходу. И я впитываю как губка всю эту информацию. Зачем она мне нужна? Я черт ее знаю, понимаешь? Потому что, как написано где-то в классическом произведении, в душечке написано, и за тысячу рублей не сказала, какой в них смысл. Вот не понимаю, какой в них смысл, но... Но так есть, да. Но так есть, да. И ты знаешь, и какой-то, наверное, осадок остается от всего этого. И это то, чем я живу. Я живу... Я очень мнительный, я слишком проницательный, я слишком проникаемый. Но при этом очень многие думают, что я сноб, я такой... Высокомерный? Что дистанцирован очень от людей. Непонятно вообще, откуда идет вот эта противоречия. Потому что люди, встречая меня, которые там были у меня на концерте, не были у меня на концерте, или просто со мной оказываются в компании и говорят, мы не знали, что это хой. Хорокий. Хой, ну какой есть, слушайте. Ну, в общем, я думаю, что все-таки, наверное, сцена несколько гипертрофирует. Вот какие-то... Качества, да? Какие-то качества, неважно, плохие ли они, хорошие, но все-таки это некая лупа. Значит, что-то в себе нужно как-то выменять. А людей ты чувствуешь? Ну, то есть ты уже так, есть у тебя понимание? Слушай, ну, я... Свой, не свой хотя бы отлучаешь? Или ошибаешься? Я часто ошибаюсь. Я часто ошибаюсь. И я хочу ошибаться в лучшую сторону. И лучше, конечно, не наделять человека какими-то... То есть не восхищаться, да? То есть, чтобы излишне... И не восхищаться, и не заблуждаться, наверное, да? То есть принимать, стараться принимать его таким, какие он есть. Не наделять его суперкачествами, чтобы потом, например, ну, не расстраиваться из-за этого. Это очень важно, быть с таким холодным, открытым сердцем, потому что иначе получается какая-то, ну, неправильное общение. Интересный разговор у нас, друзья. Небольшая пауза сейчас, и мы вернемся. Будьте с нами. Так, друзья, мы продолжаем. Лиза Калинина в студии. Митя Фомин у нас здесь. Митя, ну-ка, рассказывай. Ты был на Алтае? Нет, я поеду на Алтай. А, ты поедешь на Алтай? Я поеду на Алтай, да. Я поеду в конце месяца, ты знаешь, мы с Леной Летучей. Да. Ты поддерживаешь фонд Всемирной природы. Совершенно верно, да. И учитывая, что я вообще не ровно дышу к живой природе, мне очень интересно увидеть снежного барса в естественных условиях. Но я так понимаю, что мы его не увидим, но тем не менее мы хотя бы изучим, как за ним ухаживать, что делать для того, чтобы поддерживать его численность на должном уровне. В общем, мне, конечно, приятно будет и прикольно очутиться. А что ты будешь делать? Вот у тебя какие-то есть миссии? Нет, у нас есть прописанный план, у нас есть четко поставленная цель, но практически, как это будет происходить, я не совсем... Ты на выходные полетаешь? Я улетаю туда 30 июля, поэтому все, кто будет в Горном Алтае... Июля? Нет, июня, я вру, я все перебрал. Воскресенье ты улетаешь. 30 июня, я улетаю в Горном Алтае, учитывая, что я примерно родился в этих же краях, но в Горном Алтае был редко, хочется, знаешь, вот захотелось вдруг сменить какие-то экзотические страны, европейские, средиземноморские... Искушенные. Ты отели... Знаешь, захотелось... Но Алтае крутая, у тебя вообще все говорят. Нет, Алтае очень крутая история, да, и учитывая, что мы там будем жить исключительно таких в полевых условиях, в палаточных условиях, в общем, все это будет, мне кажется, очень интересно, и я обязательно расскажу, как только приеду, я буду вести... Ну, таким некомфортом, любишь такое дело? Слушай, ну, я же, я родился в СССР. Ну, я знаю, но все равно, ты все равно сейчас, знаешь, артист большой, все дела. Пионерские лагеря, лагеря труда и отдыха в институте, картошка, капуста, морковь, все это, естественно, было... Потом, ты знаешь, я целый месяц прожил на необитаемом острове в Тихом океане. Это все безумно интересно, потому что ты открываешь себя с другой стороны, и ты забываешь о том вообще, что человеку нужно минимум, на самом деле, что мы все потребляем гораздо больше, чем нам нужно. Еды, одежды, там чего-либо еще. Финология. Да, и когда ты возвращаешься оттуда, ты понимаешь, что ты можешь обходиться минимумом, и тебе будет комфортно, и что мы действительно зарастаем вообще совершенно ненужными вещами, какими-то своими привычками, которые под собой не имеют совершенно никакого смысла, надо освобождаться, надо как-то жить легче, освобождаться от вещей, от... Ну, я согласна, но смотри, ты все равно... Вот твой пример, ты же у нас сегодня на интервью. Ты находишься в такой сфере, где все равно есть какие-то правила. Там, допустим, ты идешь на какую-то красную дорожку, ты понимаешь, есть... Это, как правило, игры такие, да? Ты их не можешь и соблюдать. Одно другому не мешает. Вот поясни, да, вот свои мысли на этот счет. Я тебе скажу по поводу выхода на дорожки. Раньше артисты приобретали одежду, то есть это была целая история, шоппинг, ты приходишь в магазин, ты приходишь к стилистам, готовишься. Сейчас есть специально обученные люди, которые тебе привозят одежду на один вечер. Она не нужна тебе будет завтра или в будущем. Ну да, это круто, это вообще другое дело. И это не нужно, потому что ты себя освобождаешь от кучи проблем. От складирования, от времени выбора, от траты денег. Ты можешь их стратить на благотворительность, ты можешь это время стратить, не знаю, на своих любимых, на свою семью. И это освобождает в нас вообще дополнительные ресурсы, которыми мы можем воспользоваться для каких-то более важных дел. Во благо. Ну конечно, каких-то эмоциональных, не знаю, каких-то будущих своих проектов. Ну у тебя еще, на самом деле, прикольная история. Ты же не только на Алтай, ты в Арктику. Я был уже в Арктике, да. А я все перепутала. Я думала, что ты был на Алтай, едешь в Арктику. Нет, нет, нет. А я вообще все там путала. Я поеду на Алтай, я был в Арктике, действительно. В Арктике мы снимали наше новое видео, которое мы будем премьерить в этом сентябре. Оно будет называться «На вершине мира». Это была недельная экспедиция в составе уже существующей команды на самом большом в мире атомном ледоколе «50 лет победы». 23 тысячи тонн, которые просто крушат двухметровые, трехметровые глыбы льда, просто как вафли, как чипсы. И ты понимаешь вообще, насколько человек... Да это страшно. Ты знаешь, это ощущение, что ты летишь на каком-то космолете, что ты покоряешь новые галактики. Это действительно новая Земля, это новые масштабы, новые горизонты. Мой класс не видел столько льда, столько снега сразу. Несмотря на то, что я родился в Сибири, но это сродни каким-то снам, наверное. Каким-то твоём представлении о будущем, о том, что будет происходить с человечеством, когда ты стоишь на Капитанском мостике, и с высоты 20 метров ты смотришь, как по маслу входит огромный корабль в эту стихию, и впереди тебя ничего нет. И ты понимаешь, что на тысячи километров нет ничего. Сколько тонн воды, сколько тонн льда, сколько видов живых существ. Это же всё живое. Там же есть и растения, и животные, и даже птицы долетают. И морские котики, и моржи, и кого там нету только. Удивительно другое, что, конечно, это редкость сейчас поехать на Северный полюс, но нам удивительно повезло, потому что мы как раз были частью команды. Летом этот же самый корабль превращается в круизный лайнер. Обалдеть. Он забирает из Мурманска туристов, около 200 человек. Грузит их на борт, и они около недели идут до Северного полюса, непосредственно прямо в точку пересечения меридианов. И на пути они останавливаются на Новой Земле. Когда карты смотришь, удивляешься. Шпицберген смотрят на птичьи базары, смотрят на белых медведей, на айсберги. Высаживаются на Северном полюсе, разворачивают столы, гриль, барбекю. Я так понимаю, что это не только. И едут обратно. Греются. И идут обратно неделю. Так вот, путешествие на одноместное размещение, на таком лайнере, как ты думаешь, сколько стоит? Сколько? Ну, как ты думаешь? 300 тысяч рублей. 25 тысяч долларов. О, ну вот. Ну, это того стоит. Это мощно. Это действительно. Я еще раз говорю, что мы за это не платили. Ну, понятно. Но, тем не менее, это было действительно незабываемо. Друзья, у нас вновь рекламная пауза. Будьте с нами. Видите, как, слушай, так интересно. Митя Фомин у нас в гостях. Друзья, скоро вернемся. Пишите вопросы. 909-928-1-89-9. Ватсап, вайбер, смс. Группа ВКонтакте, Страна.ФМ. Инстаграм, Страна.ФМ. Жду. Друзья, Лиза Калинина в студии. У меня в гостях сегодня Митя, Фомин. Я обещала задавать ваши вопросы. Активно их очень много. Напомню, ВКонтакте 909-928-1-89-9. Ватсап, вайбер, смс. Группа ВКонтакте, Страна.ФМ. И Инстаграм, Страна.ФМ. Вот что тебя спрашивают. Очень много вопросов похожих. Я так суммирую. Что именно? Митя, ты просто офигенно выглядишь. Как ты держишь режим с твоим графиком? Спасибо. Слушайте, мне кажется, что люди стали лучше выглядеть вообще в принципе все. Я думаю, что это связано с тем, что стали уделять внимание здоровому образу жизни, меньше вредных привычек, лучше питаться, косметологию никто не отменял, наверное, да? И в общем, мне кажется, люди стали просто позитивнее мыслить в принципе. И все это, конечно, влияет на то, как ты выглядишь, потому что выглядеть мне это несложно. Ребята, надо просто высыпаться, надо меньше жрать всего вредного. И в общем, общаться с теми людьми, которые тебе действительно интересны. Да, но тут говорят, у тебя график-то все-таки, у тебя гастроли, переезды, кучу самолетов. Слушайте, ну, самолеты еще никого не старили. Ну, имеется в виду, что недосыпы, наверное. Ну, сплю в машине, слушай, знаешь, я с тех пор, как стал участником группы Hi-Fi, знаешь, мы стали спать этапами. То есть ты, например, просыпаешься, тебе нужно проснуться к самолету, который улетает в 8 утра. Ты встаешь в 4, идешь в машину, мне говорят, Митя, иди умойся кофе. На кой ляд мне кофе в 4 утра или умываться? Я говорю, слушай, я не копал картошку, я с вечера принимал душ, я был в кровати. Зачем я должен мыть тебе лицо, чего ради? Я просто иду в машину, сажусь и сплю до аэропорта, ну, там, час-полтора. Потом выхожу в аэропорту, какое-то время валандуюсь в аэропорту и сплю еще 2 часа. Потом, как правило, ты прилетаешь в Москву и едешь по пробкам-то еще 2 часа. И в итоге вы набираете по 4-5 часов за сон за это время. И, в принципе, как бы, если очень хочется, то можно продержаться и до ночи. Но главное не свалиться и не проспать полдня, а потом ты просыпаешься к ночи и спать не хочешь. Такое ляд классное слово, я хочу запомнить себе в арсенал, буду так говорить. Слушай, я к чему вообще спрашивала про ранимость? Вот вопрос там мой был. Тут же не только важно быть чутким для музыканта, ты еще и артист, ты актер, у тебя спектакли, да? Вот ты эту разницу энергетически как-то чувствуешь? Вот разница есть между тем, как ты выступаешь на сцене и когда ты перевоплощаешься в другой образ? Вот как ты себя, где ты себя гармоничнее чувствуешь? Вообще актерство, как тебе? Вообще два разных существования, абсолютно два разных существования. Быть эстрадным артистом и быть драматическим актером. Абсолютно два разных. Вообще просто небо и земля. Кто-то говорит, что этот опыт ценен. Да, он ценен, но ты знаешь, когда ты 20 лет выступаешь на зрителя, я просто приведу примеры, когда мы репетировали первый спектакль, мне режиссер постоянно говорил, Митя партнер, Митя партнер, Митя партнер. Что это значит? Что Митя все время смотрит в зал. Слышишь, для Митя, это единственный, с кем он взаимодействует, это зритель. А на самом деле основа актерского взаимодействия это партнер. То есть он должен отражать реплики, эмоции. Он должен взаимодействовать с человеком, который находится совершенно верно. У актеров есть упражнения, мячик, яблоко, как угодно называйте его. То есть это то, что ты ловишь от партнера. То есть ты не можешь существовать на сцене один, если ты на сцене не один. Будучи с концертами, все с точностью, да, наоборот. Это полностью твой бенефис. Это твое время, твоя трибуна, твой шанс, твоя паства. Тут кто во что гораст. И тут ты включаешь абсолютно все свои точки воздействия, резонаторы, все что угодно. А что касается играть, то, конечно, очень сложно. Ты знаешь, для меня это было вообще сродни какому-то новому мне. Потому что мне казалось, что я в жизни уже абсолютно все испробовал. Что мне казалось, что ну что меня может еще удивить. А ты смущался? Ну мало того, что я боялся страшно. Может, есть зажимы? Я боялся. Ты знаешь, он проходит, как только ты понимаешь, что ты перешагнул сцену. Как только, вот в моем случае, мне важно отыграть первые несколько минут. Как только эти минуты отыгрываются, ты понимаешь, что вот ты уже находишься в спектакле. То есть ты должен полностью представить себя в этих предлагаемых обстоятельствах. Ты должен полностью погрузиться в того человека, которого ты играешь, и забыть о том, что ты играешь. Сложность, конечно, всегда, в моем случае, с текстом. Иногда бывает абсолютно невозможно отступить от текста, потому что он классический, например. Если это пьеса современная, еще как-то можно вывернуться и... Выразить мысль. Да, главное выразить, конечно же, эмоцию и действие. Но сложности начинаются как раз... А ты себе забывал текст? Ну конечно, периодически это происходит у всех. Мне кажется, все забывают текст. И знаешь, у актеров есть даже такая уловка, когда кто-то забывает текст, и они понимают, что они забывают текст, и никто им его не скажет. Они говорят, ну вот я что хотел сказать? Я вот хотел сказать, и актеры понимают, что нужно дать какую-то фразу, чтобы человек вспомнил о том, что он хотел сказать. У нас музыкальная пауза, друзья. Будьте с нами и задавайте вопросы. 909-928-189-9, WhatsApp, Viber, SMS. Ой, друзья, какой интересный у меня собеседник. Митя Фомин в гостях. У меня какая интересная собеседница. Спасибо большое. Да, Лиза Калинина, это я. Это ты. Ладно, друзья, у нас на самом деле главный информационный повод, который меня как учили в университете, как говорить. У тебя вышел новый клип, новая работа. Новая песня, совершенно верно. Да, называется она «Танц на работе». Совершенно верно. Это значит я, будучи ведущей ТВ и радио, я должна танцевать у себя. Это наша профилирующая песня. Ты же понимаешь, что это наше... То есть и врачи, и сотрудники полиции могут плясать. Лиза, смотри глубже, могу тебе сказать. Нет, все могут плясать. И более того, сначала я открою секрет. Сначала называлась эта песня «Танцы на капоте». У меня была фокус-группа, которой я показывал песню. Мне несколько человек сразу сказали, ну, Митя, про танцы на капоте, мне кажется, что не нужно петь. Я говорю, ребята, а вы слышали вообще, про что поют в интернете сейчас люди? По сравнению с этим «Танцы на капоте» — это высокохудожественное литературное словосочетание. Нет, и кто-то мне предложил назвать «Танцы на работе». Ты знаешь, встало совершенно идеально все, потому что я сразу же представил беснующиеся офисы, взрывающиеся врачебные кабинеты, все оголтелые на столах, под столами, еще что-то. Но потом я понял, что это такой стереотип, который очень ожидан. И ты знаешь, я копнул глубже и понял, что «Танцы на работе» — это, знаешь, вообще кто? Кто вообще профилирующая организация? Стриптиз-клубы. У них «Танцы на работе» — это как раз про них. И я решил снять клип о том, что такое… Кстати, очень сложные «Танцы», хочу сказать. Чрезвычайно. Вот это реально. Чрезвычайно. Это абсолютно гимнастические, да, акробатические, да, акробатические виртуозы. Это только исполняется с глубочайшим физическим познанием своего тела. Да, очень сложно. Да, да. Друзья, ну что, мы сейчас… У нас великая премьера на стране «Эфе». О, да. Это и клип, и песня. Потому что в прошлый раз ты у нас песню презентовал. А сегодня, да, мы посмотрим клип, друзья, «Танцы на работе», «Страна АФМ». 89,9, 102 АФМ. Кстати, сегодня 9 баллов в «Масской пробке». Они могут музыку погромче делать. Давайте, ребят, делайте громче. Давайте, полетели. Все, смотрим, слушаем. Слушай, у тебя еще такие девчонки… А у нас, а у нас, а у нас, а у нас танцы на работе. У тебя такие еще девчонки, знаешь, Victoria's Secret Angels такие прям нормальные. Victoria's Secret Angels, абсолютно. Потому что снимали этот клип в Лос-Анджелесе. Absolutely, exactly. Absolutely, exactly. Прикольно. А как ты их знаешь? Ты там, американки. О, Лиза, не спрашивай меня. Это вообще было. Да расскажи, нам это все интересно. Ты знаешь, это была абсолютная авантюра, причем потому что мы практически уже придумали сценарий с одним русским режиссером. Это была абсолютно другая история. Это была история взаимоотношений стриптизерши и банкомата. Да, причем мы уже придумали все в мельчайших подробностях. Так я же всегда кэшем дают. Конечно, поэтому и банкомат. Поэтому большого, что кэш. Но, к сожалению, ей не суждено было осуществиться. И тут я оказался в Америке. Понятно. Не спрашивай, как. Случайно, можно сказать, проснулся. Как на Алтае и в Арктике. Проснулся в Майами я, да. И ты знаешь, была возможность снять видеоклип во Флориде. Так. Но, к сожалению, не тот этот край. Понимаешь, не киношный. Абсолютно не киношный. Ничего не получилось, не получилось с людьми. Не Голливуд. Не Голливуд. Нет, абсолютно. Да. И вроде как и режиссеры были не те. И, в общем, как-то с людьми не везло. И с кастом. И со всем, со всем, всем. И я... Ты знаешь, я уже отчаялся вообще что-либо снять. Потому что я действительно приехал туда снять красивых девчонок со сложно сочиненной историей. Время уже было на исходе. Майские праздники заканчивались. Мне нужно было возвращаться в Москву. И тут я понимаю, что либо я вот снимаю сейчас и здесь. В Америке я никогда не снимал. Я снимал везде. Я снимал в Греции, на Кубе, в Лондоне, в Италии, во Франции, в Монако, в Москве. Везде-везде. А вот в Америке еще нет. Я понял, что если я уже туда приехал, надо уже закрыть этот гештальт. Я позвонил режиссеру Маши Скобелевой, которая находилась на тот момент в Лос-Анджелесе. Ты знаешь, и я прилетел. Мне, честно говоря, стоило это гигантских усилий, сесть на самолет и прилететь в 6 часов в Лос-Анджелесе. Это как на Иркутске. Я, честно говоря... Вот усилий. Просто я хочу на это сделать акцент. Все думают, что так просто, легко. Вот сколько усилий. Нет, товарищи. Это на самом деле... Я на самом деле, я вам скажу, я был удивлен. Потому что, ну, как бы я видавший виды аэропорта, и сколько бы я ни летал, но столько, сколько пассажиров в Америке я не видел нигде в мире. Это были гигантские очереди. В общем, службы безопасности. Там проверить то, проверить это. И, знаете, ну, как бы я не жалуюсь, да, но просто я, честно говоря, обалдел от масштабов аэропортов. Так вот, прилетев в Лос-Анджелес, мы как-то быстро нашли общий язык. За это время я уже был готов сценарий. И буквально через два дня съемную студию под Лос-Анджелесом наводнили 20 совершенно прекрасных ангелов. Все, кто сейчас слушает радио, пожалуйста, приедьте домой, включите YouTube и посмотрите танцы на работе с выражительными ангелами в городе ангелов. Там были и англоязычные, и русскоязычные, и украиноязычные девушки. Ну, в общем, все они были прекрасные, все они были совершенно замечательные. Мы сняли буквально за сутки. Единственное, о чем я жалею, что не было много Лос-Анджелеса. Но, учитывая, что это Оливуд, на самом деле, и там везде нужно свое разрешение, и там, и здесь снимай, тут не снимай, и тут ходи, тут не ходи, тут переработка, тут таксы, тут еще что-то. В общем, в итоге получилась такая атмосферная работа про танцы на работе. Наверное, так. Слушай, с премьерой мы тебя поздравляем. Спасибо, спасибо, Лиза. Спасибо. А у нас, мы тебя вообще любим, Митя. Ты знаешь, это нам частенько. Это вообще последний выход у нас оказывается. Вы знаете, от чего я удивился? Когда я прилетел в Лос-Анджелес, весь Лос-Анджелес был завешен Чернобылем. И я просто не понимал, что это такое. До тех пор, пока не увидел сериал. HBO. Обалдел. Крутой. Да, абсолютно. Ну все, вот ты нам дал советы, хотел спросить, что ты там слушаешь, читаешь, все, совет дал, посмотрел. Митя Фомин был у нас в гостях. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное за приглашение. С премьерой. Наша любовь взаимна. Страна у нас огромная. И страна у нас замечательная. Да. Будьте счастливы, товарищи. И страна ФМ супер. И страна ФМ, да, я про это имел в виду. Все, друзья, спасибо. Митя Фомин, спасибо большое. Страна ФМ.